Употребление в пищу переработанного мяса ведёт к возникновению онкологических заболеваний. Эти сенсационные выводы опубликованы сегодня в докладе Всемирной организации здравоохранения. Такие продукты, как колбаса, сосиски и ветчина, отнесены к первой категории канцерогенной опасности. О том, что меняет это открытие, в репортаже Александра Балицкого. Сколько учёных из Международного агентства по изучению рака стали теперь вегетарианцами, в докладе Всемирной организации здравоохранения не уточняется. Но результаты исследований 22 экспертов из 10 стран могут ударить по гастрономическим пристрастиям даже самых отъявленных мясоедов. И непереработанное красное мясо, свинина, говядина, баранина, и особенно мясопродукты из него, колбасы или сосиски, прямой путь на приём к онкологу, уверяет доктор Шрайф. Это было основано на реальных доказательствах того, что употребление переработанного мяса приводит к раку прямой кишки. Также существует риск рака поджелудочной железы. И даже всего 50-граммовая порция обработанного мяса при ежедневном потреблении увеличивает риск возникновения колоректального рака почти на 20%. Всё дело утверждают эксперты ВОЗ в содержащемся в красном мясе глифосате, самый распространённый в мире гербицид, используемый вообще-то в борьбе с сорняками. И хотя всегда считалось, что это химическое вещество малотоксично, но вот лабораторные наблюдения всё того же агентства по изучению рака. При получении определённой дозы глифосата у мышей и крыс появляются злокачественные опухоли. Впрочем, труд, уверены уже российские медики, всё зависит от дозировки, а ещё количества съеденного. Нитриты, которые дают мясу и мясопродуктам красивый, привлекательный для покупателя цвет, превращаются в нитрозамины, которые также являются, как и бенспирен, канцерогенными веществами, способными вызывать в организме рак, особенно рак толстой кишки. И всё-таки российские любители колбасы, а одна только Москва ежегодно съедает больше 450 тысяч тонн колбасных изделий, могут вздохнуть с облегчением. И в составе многих колбас доля именно мяса настолько ничтожна, что найти его порой не могут даже в серьёзных лабораториях. Простейший экспресс-тест. Один из образцов знаменитой докторской темнеет на глазах. Не колбаса, чистый крахмал. Я так надеюсь, что какая-то доля мяса присутствует. Какая-то доля. Но крахмала очень много, но всё синее, это же вообще кошмар. Так что если от бутерброда с колбасой есть шансы заболеть, то скорее это будут проблемы с желудком и от немясных компонентов. Гормоны, антибиотики, пестициды в составе кормов и другие компоненты меняют состав мяса, приводят к системе сбоя. Кстати, результаты исследования ВОЗ, по словам его авторов, должны заинтересовать не столько врачей, сколько правительство всех стран, которые потом и должны прописать своим гражданам нужную диету. Очевидно, не мясную, а потому более доступную. Александр Балис, Катаяна Степова и Максим Щепилов. Вести.